Вы заняли первое место на Камеди Баттл? Да, нет. Короче, когда я участвовала в Камеди Баттл, а это был далекий 2009 год, и там были правила, что из всех 150 юнитов должны выйти в финал 5 человек. Вот эти пятеро являются победителями. Я оказалась, но набрали не 5, а 4 человека вышло. Из финала, из 10 человек, четверо победителей были названы. Это Сапер, это Фил, это Дима Павлов и я. Вот, 4 человека являлись победителями. То есть не было одного победителя. Хотя мне кажется, что Сапер выиграл. Это вот как по мне, по ощущениям. Названы вот эти 4 человека, и нам сказали, выбирайте пятого. Йотик, Наташа сегодня красотка. Ну как постелись тут надо мной. 12, 16, 47. Что это за имя такое? Краснова, ты чего вчера? Обалдела, я дофига скучала. Блин, я тоже дофига скучала. Смотрите, у меня герпес соскочил. У меня год не было герпеса. Я не знала, что он и есть. Пока, сука, не поспала под открытым балконом. Поспала под балконом сразу. Всё, увидела, насколько я слаба. Ты работаешь на камере? А что это за вопрос такой? Почему этот образ не выходит на ТВ? Потому что меня пока не тянет туда. Хотела сказать... Гелоуронка. Да, гелоуронка. Короче, в чём прикол? Сейчас я, блин, давайте я про губы расскажу. Ребят, честно. Ну-ка, хватит тут шутки мне шутить. Шутите шутки вон там. Да, блин, я просто простыла. Я простыла очень-очень сильно. И поэтому всё прямо... Всё, всё прямо... Фу, блин, не говорите мне под балконом. Уснула под балконом. Я как алкашка сейчас в ваших глазах. Нет, я открыла балкон на проветривание, закрыла шторой и уснула. Всё, и... Всё, да, хватит прогулки. Да, блин, короче, гелоуронкой. Колите губы гелоуронкой. Если что-то не понравится, через год вся гелоуронка уйдёт и губы останутся прежними. Всё. Про Коломну. Коломна, Коломна. Хорошее место жительства, Коломна. Ждём твоё фото в подростковом возрасте. На самом деле, фото в подростковом возрасте отличаются только тем, что у меня чуть пошире вот так лицо. Вот я, Краснова, подросток. Я вот такая была. Абсолютно нормальный человек. Смотрела интервью с Бузовой в мужской... Ой, слушайте, вы... Бузова же плакала. В интервью. На самом деле, представьте, какое внимание на Бузову обрушилось, и оно не такое позитивное. Вот мне пишет, допустим, из ста человек один обязательный человек напишет, вот ты овца, вот ты мразь, гори в аду. Я думаю, господи, как вот так жить у Бузовой, которой пишут каждый, каждый второй. То есть каждый второй, каждый третий. Очень часто пишут, что... Да зачем ты живешь? Понятно, что это просто какие-то неудачники, люди не очень высокого социального статуса, но тем не менее, понимаете, накопление вот этого негатива... Ну, блин, смотрите, что вы с ним сделали. Ну, не обижайте Олю. Я говорю, Оля, Оля не самый... Блин, вы поймите, что Бузову жалко, блин. Она женщина, нормальная женщина, понимаете? Кремобуренка, вот, колите губы кремобуренка. Или не колите губы. Вы просто посмотрите, вдруг вам не понравится. Колите чем-нибудь, что выводится из организма полностью. Все. Тату с кошечкой я наклеила. Я наклеила тату с кошечкой, и ушко, ушко чуть-чуть уже отклеилось, видите? В общем, Бузову жалко. Мало видео выкладываю, потому что я что-то прям подустала в этот месяц. Это, видимо, весла или что, или что. Да, Бузова очень искренняя. Это ее и проблема, и ее достоинство. Вот я люблю Бузову, потому что она работящая, во-первых, а во-вторых, она говорит все, что думает. Вот прям искренность изо всех щелей. Ну, понятно, что некоторая искренность, она схожа с глупостью, но тем не менее. Миас, Миас, привет. Да, и, блин, и Бузова вкалывает, как лошадь. Бузова вкалывает больше, чем и все вкалывает. Где найти такую тату? Я не знаю, это из США. Как ты на концертах скрываешь тату кошечки? Вот так выступая. Добрый день, уважаемые друзья. Сегодня стендап в Челябинске. Как я отношусь к пирсингу? У меня нет пирсинга. Ну, я его не люблю делать, потому что я... Ну, не знаю. Мне кажется, это мне не нравится. Мне нравятся татухи. Ну, то есть, если что-то делать, то татуировка. Татуировка — это прям моё. Как увеличить свой словарный запас? Календарь. Купите себе, где отрывные слова. А, нет, самое крутое, как увеличить словарный запас, особенно активный. Потому что есть пассивный лингвистический какой-то запас, которые слова вы знаете, вот которые с отрывного календаря, там типа индивидуальность, астигматизм. Вы выучиваете эти слова, но вы ими не пользуетесь. Но самое крутое, как стать умнее, как говорить красиво, как вообще стать ритаристом, как это называется слово, я не знаю, потому что я не вращаюсь в этих кругах. Короче, начните общаться с интеллектуалами какими-нибудь. Вот прям заведите себе друзей каких-нибудь, профессоров, кандидатов наук. Не таких, как я, которые уже давно не практикуют, а те, кто обучает людей, которые работают в университетах, в каких-нибудь научных кружках преподают. И вы будете нахватываться вот этих вот фраз, каких-то очень-очень красивых, очень мягко выражать своё мнение. Почему дети такие тихие, спокойные, блин, так вы комплимент мне делаете. Я просто, я иногда вот такими детей сама не вижу. Как побороть лень? Просто начать что-то делать, что-то представить результат своей работы как-то в позитивном ключе. Я запишу видео обязательно. Я прям очень хочу, у меня много чего есть записывать, но опять же, вот сейчас я... Мне кажется, я сама себе придумала простуду просто, чтобы ничего не записывать. Вот лень, вот это лень. Когда ты настолько ленишься, что твой организм начинает придумывать варианты, почему-то будет тебе не записывать. В какой марке оправа? Джорджу Армани. Джорджу Армани. Но мне они ничего не заплатили. То есть, по идее, сейчас была реклама, за которую я не получила ни копейки. Я очки, причём, мне они не прислали, что типа, Наташ, поноси наши очки, они такие дофига фэшн, и будешь говорить, какие очки ты носишь. Нет, я заплатила за них. Бешеную сумму ждала их ещё, пока их сделают. И вот теперь я с очками. Сколько у меня сейчас времени? У меня, наверное, полодиннадцатого. Вот, кстати, это вот. Ай-ай, Тимур. А у вас на коленках сидел парень, вот такой вот красивый дофига. Это Тима. Да, куда любишь ходить в детскую комнату и посмотреть какой-нибудь фильм, наверное. Куда мы ходим почитать? Вот туда, вот куда Тима сказал, мы туда ходим. Слышишь, ты остроумный. Люди говорят, что ты остроумный. Вы его сейчас нахвалите, он потом мне будет закидон и устраивать. Говорит, мама, я вообще-то остроумный. Артур-скромняшка, да. Артушка, Артурка, он и не очень любит. Телик и всё такое. Он и фоткаться не очень любит. Старше? Тима на одну минуту старше, чем Артур. Верните Краснова. Митя, Митя, поздно. Митя, надо было месяц назад это писать. Митя. Митя, кстати, с ТНТ, вот пишите ему тоже. Он тоже с ТНТ и тоже не спать, и Comedy Battle, и все-все проекты, которые вы слышали на ТНТ, это всё создал. Митя Горький. Он вот сейчас мне напишет что-нибудь вот здесь, а вы смотрите, там Митя Горький должно появиться. Если Митя Горький пишет, прямо ему отвечайте, говорите. Митя, Митя, как там на ТНТ? Как там в Москве? Ты перни шортом, Тима. Будь более адекватен. Да почему? Я ему говорю, чтобы я сама, кто я такая, чтобы говорить более адекватен. Митя, верни Краснову. Вот, всё. Всё. Это всё он создал. Всё. Вот вы смотрите телевидение, а это создал его Митя Горький. Митя Горький. Запомните и Митю, и Горького. Это два одинаковых абсолютно человека. Это один и тот же профессионал своего дела. Дофига. Тима, говори. Как ты к Мите относишься? К Мите, как ты относишься? К Мите Горькому ты как относишься? Тима, скажи. Скажи, Мите, что ты о нём думаешь? Я готова там гулять. Митя, ну вот ты видишь, как он к тебе относится. Не очень, не очень. Я отношусь гораздо более толерантно. Ты пойдёшь гулять? Тебе надо выспаться, да? Иди. Или нет? Я ухожу. Второй сын не такой охочий до внимания. Митя, всё. Ну, Митя, фу, Митя. Нельзя так поступать. Отвечай всем, кто тебя спрашивает. Всем, кто спрашивает, отвечай. Мя-ма-ма-ма. Так, сделайте. А ты в курсе, Тим, что это всё записывается? Потом это в эфире где-нибудь покажет. Кто такой Митя? Митя это из дуэта скачков и Горький. Он очень адекватный человек. Сейчас я так скажу, что вы не понимаете, адекватный или нет. Сейчас скажу. Митя Горький очень адекватный. Нет. Митя Горький очень адекватный человек. Шутки, шутки прямо так и лезут. Митя Фомин, Митя Фомин это не тот. Митя Фомин с абсолютно другой ориентацией, не с юмористической. Тима, ты меня закрыл, мне не видно. Я хочу общаться с моими отданными. Как животик убрать? Я знаю только способ втянуть, но он всё равно должен быть не очень отвисший, потому что втягивать можно тоже не до бесконечности. Я это поняла на себе. Поэтому я стала стоять в планочке. Вот Тима сейчас показывает, как убрать животик. Можешь показать? Ну Тима знает. Тима знает. Вот я знаю, что Тима знает. Да хватит уже про Митю. Митя ещё больше получил популярность, чем Шурыгина. Сейчас Митя за 10 минут получил больше популярности. Как воспитать такое чудо? Не знаю. Как тебя воспитать? Как воспитывать детей вообще? Скажи. Давать им всё, что они скажут. В смысле? Это же не правильно. Что это за воспитание такое? А наказывать как надо детей? Надо как-то наказывать? Да. Как? Покупать им сладости, говорить. Не надо больше, что делать. Ещё сделаешь, куплю ещё. Вот вам советы от педагога. Артур в комнате. Миллион мемов про Митю. Да, он был в них. Да, он вот такой вот. Я воспитываю обоих одинаково, но один вот такой, а другой совершенно другой. Очень разный. Я всегда думала, что от воспитания очень много зависит, но, видимо, нет. А ещё, когда у вас два сына, допустим, или две дочки, они всегда ревнуют друг друга. И начинают, если один начинает хорошо учиться по математике, то второй уже такой говорит. О, понятно, математика уже не моё. И всё, начинают. Начинают там в русском, например, или в левке. Артур очень круто рисует. А, Тима хочет, чтобы вы знали, что он министерскую контрольную написал, да? Написал на... На 19 баллов. На 19 баллов. А пятёрку ставят за 20, 21 и 22 балла. То есть он один балл не добрал до пятёрки. Вот он очень печальный сегодня ходит. Говорит, лучше бы я получила там 16 баллов, чтобы четвёрка была чёткая. Ну, чтобы не было вот этого... Типа, ну, почти золотая медаль, чтобы не было вот этого. Кто лучше учится? Кто лучше из вас учится? Тима говорит, что он... На какую? Какую? На какую? Раз, два и после двойки. Между двойкой и четвёркой. Вон, одинаково воспитывает, но гены. Что у вас разные гены, и поэтому ты один, а Артур другой совершенно человек. Абсолютно разные. Можете воспитывать, те одинаково всё равно будут разные. Десять. Он стаканом делает себе большие губы. Ты стаканом увеличиваешь объём губ, да? Правильно же? Чтобы у тебя были кофига, красивые губы, большие, как у рыбы. В третьем классе. Покажи, какие вот у тебя большие губы. Покажи, покажи, что у нас это генетическое. Ну, покажи, покажи. Ты как птица. Ты как снегинь. Ты как снегинь. Он в третьем классе. Он в третьем классе. Что делать, если парень говорит всё своим друзьям? Слушайте, ну, значит, он баба, наверное. Ну, или хочет самоутвердиться за ваш счёт перед своими друзьями. Ну, это обычно по малолетству такое делают. Взрослые мужчины, если они так делают, то это бабы. Ну, я не знаю. Ненавижу. Когда про тебя говорят, да, своим друзьям, это же что такое? Девочки только так и делают. Обсуждают тебя за глаза. Только девочки. Как отпустить человека? Ох, если любить, это очень сложно. А если надо разлюбить, а когда разлюбите, прям очень легко отпускается. Прям говоришь, ой, всё, давай иди. Даже как-то не хочется подписываться на его страницу после этого. Куба, отвалится. Я боюсь, что у него завтра посинеет вот так вот, будет кружок вот такой вот. О, слушай, он как увеличил-то хорошо, красиво прямо. Покажи, покажи. О, боже, как круто. Ячки, она делает такая же оправа. Мне нравится такая оправа, она потому что очень... Ну, блин, что тут говорить, тут Тима с вами будет общаться. Как уйти от человека, если любишь его? Это нереально. Вы даже, а вы уйдёте, вы будете всё время про него думать. Надо как-то... Короче, есть этот способ. Как уйти от человека? Мама очень добра. Как у тебя? Мама очень добра. Мама очень добра. У меня пользуются люди моей добротой, вот эти два человека. Так, Тима, тебе привет из Нижнего Новгорода. А у меня батарея садится? Ну-ка, давайте посмотрим, сколько у меня батареи осталось. Понятно. Четыре процента батареи. Я думала, что я так устала немножечко тускло видать всё. А вот видать, видать. Сразу вы поняли, да, сколько мне лет по слову видать. А вот сейчас, подождите, вам видно будет ещё. Я сделала красиво. Красиво, чтобы вы увидели. Вот такие у меня. А вы говорите, Новый год, Новый год прошёл. Новый год он никогда не проходит. Новый год всегда с вами, всё. А прямой эфир у меня закончится через 50 минут уже идёт прямой эфир. Через 10 минут закончится прямой эфир. Через 20. Всё, Тима, давай тут уже не сесть, мне кажется. А если ты не любишь, а он и не отпускает, как уйти. Тоже сложно. Да блин, это одинаково сложно, когда кто-то из своих перестаёт любить. Допустим, если вы разлюбили и как по-тихому свалить, не знаю. Короче, если надо, всегда валить надо по-тихому. Девчонки, если вы разлюбили человека, я вот Тим тебе тоже говорю, если от тебя по-тихому баба сваливает, надо отпускать. Если убить не надо, не надо. Короче, если вы решили свалить от молодого человека, постепенно по-тихому, без скандалов. Потому что если со скандалами, это начнётся, я тебя люблю, и всё, и обратно всё вернётся. Ну, по крайней мере, у меня, когда я по-тихому сваливала, у нас хотя бы отношения, ну как, нет отношений никаких. Я с бывшими вообще ни с одним не общаюсь. Ни с одним не общаюсь. Не потому что я из принципа какая-то, просто мне неинтересно. У меня подкрашены глаза и подкрашены броди. Разлюбить никак. Короче, разлюбить, есть вариант разлюбить. Надо возненавидеть человека дичайше. Прям возненавидеть нафиг. Потому что выйти, ну, любовь и ненависть, это же почти одно и то же. Ну, то есть, просто как бы в минус. Ненависть — это даже любовь, но в минус. Возненавидеть этого человека. То есть это тоже яркие эмоции какие-то. А потом с ненавистью в игнор у этого человека больше шансов перейти, чем из любви. С мужем бывшим у нас вообще, бывшим у нас вообще там веселая история. Ему не разрешают со мной общаться, поэтому. Там будет та-та-та, если он будет со мной общаться. Очки — огонь. Очки. Очки — огонь и зрение вообще огонь. Очки купила в обычной оптике. Это простая очень оправа, это самая классика. А есть еще абсолютно круглый. Но абсолютно круглые мне не очень идут. Детям по 10 лет. Я в процессе тихого сваливания от мужа. Смотри, смотри, в окне птичка. Все правильно говоришь. Все, смотри в окне птичка и убежать с чемодана. Только надо сразу с чемодана свернуть и вот. В окне птичка. Спасибо.